Всем привет ребята, с вами Локи, Фредди Бист возвращается в UFC 4 и у нас очередная защита чемпионского титула, усаживайтесь поудобнее, обязательно поставьте лайк под этим роликом, подписывайтесь на канал если вы новенький, ну а также не забывайте прожимать колокольчик. Первый соперник сегодня Фредди Биста это Роберт Уитакер, мы с ним уже бились, хороший боец, но пока что Фредди Бист не победим. Чёрный пояс, похабки до, тяжёлая рука, но Фредди Биста мне кажется этим уже не напугать. Мы хорошо проводим тренировки, на тренировках мы не получаем никаких увечий, никаких микротравм и пока что наша карьера очень хороша. Многие в комментариях предлагали свои варианты карьер и многие хотят увидеть именно тяжеловесов, так что я думаю, когда эта карьера закончится мы как раз таки с вами и начнём что-то новенькое. Нужно будет придумать нового бойца, новый образ и посмотрим что из этого всего выйдет. Но для начала мы пытаемся узнать можно ли в UFC 4 бороться за титулы в нескольких весовых категориях, в одну мы с вами уже перешли в средний вес. Посмотрим можно ли уже пойти дальше. И пока есть живучесть мы ребята участвуем в поединках. Итак, бойцы готовы. Фредди Бист, как всегда на коне, в хорошей форме. Его оппонент Уитакер тоже сегодня, как мы видим, настроен. Бьёт себя в грудь. Подбадривает его публика. Ну и поехали. Кулачок дали. И сразу же вот так вот. Неплохой удар в корпус. Подловили. Ну пока неплохо. Очень-очень неплохо, ребята. Так, он нас повалил. Не будем падать. Ой, а вот это вот он замансил очень здорово. Он раскрылся. Снова пара ударов. Неплохо. Восстанавливаем выносливость. Хороший удар коленом. Ой-ой-ой, а вот здесь он нас поймал. Это, ребята, опасно. Нужно вставать. Поднимаемся. Всё нормально. Ну поймал, поймал он нас. Не вышло. Пытаемся сделать подъём. Отлично. Вот это жалко, мы не попали. Было бы очень неплохо. Хорошо. Он очень здорово уворачивается от наших ударов. Посмотрите, как мансует. Парень подсобрался. Парень подсобрался. Парень подсобрался. Парень подсобрался. Есть. Пара хороших ударов. И первый раунд закончен. Ну, мы обменялись. Мы обменялись, ребята, хорошими ударами в первом раунде. Был момент, когда и наш оппонент нас поймал на встречном курсе. Посмотрим, что будет уже во втором раунде. Выносливости пока маловато. И сразу посмотрите, как он жёстко пошёл нас встречать. Здорово. А вот это мы его уже ловим. В затылок. Вот здесь промазали. И выносливость. Выносливость устанавливаем. Пара неплохих ударов зашло ему. Надо добивать. Если получится. Пара сдаваться, друг. Нет, смотрите-ка. Он не захотел. Супермен панч. Ещё один. Хороший выстрел в голову. Ну, а теперь получится. Всё. Второй раунд. За Фредди Бистом, ребята. Выбиваем голову нашему оппоненту. И празднуем очередную защиту титула. Ну, слушайте, вот когда живучесть уже уходит, очень часто удары соперников стали нас прямо пробивать. Жёстко. Но здесь снова хорошие удары. И здесь прям отлично зашла наша пятка. И Уитакер уже не смог устоять на ногах. И потом мы просто его добивали. Ну, и как мы видим, мы довольно сильно раскромсали ему лицом. Ну, и вот здесь он уже блок просто раскрыл и получил переносицу. Хорошее начало серии, ребята. Первая победа есть. Ну, и сейчас будем отправляться на очередные тренировки и на следующий поединок. Мы, ребят, потренировались, и мы выходим на очередной поединок. Это Санья кинул нам вызов. Я решил его принять. Перед ним было ещё два бойца, но там было седьмое место. По-моему, шестое. Я решил их скипнуть и взял его. Если мне не изменяет память, мы, по-моему, как раз-таки вырубили его за семь секунд. Если я ничего не путаю, и тогда особо поединка с ним у нас не получилось. Поэтому попробуем сейчас не вырубать его сразу, хотя если получится, я буду не против. Мы готовы. Мы в прекрасной форме, без травм, как и всегда. Тренировались очень аккуратно. Вызвали снова очень хороший ажиотаж. Ну и давайте встречать Фредди Биста. Вот он, красавчик. Готов. Серьёзность в глазах. Хорошо сжатые кулаки. Ну и вот он, наш оппонент. Ну, посмотрите, тоже в хорошей форме. Даст кулачок. Даёт кулачок. И на сей раз он ставит блок. Хорошо. Ну, ребята, он продержался чуть больше, чем 7 секунд. Но это было ошеломительно. Это было просто ошеломительно. Мы качаем комбинацию кикбоксинга до третьего уровня. Но как же здорово зашел удар. Смотрим ещё раз. Это уже концовку показывает, как мы слева ему дали в челюсть. Но вырубили-то изначально мы его не этим. Сколько секунд на сей раз? Я не знаю, что с ним. Но второй поединок. И второй раз мы вырубаем парня. Очень, очень быстро. 43 секунды, по-моему. Это было, ребята, снова довольно быстро. Да, 43 секунда. Но посмотрите, всё равно 5% живучести у нас отняли. Мы в прошлом поединке бились в кровь. И тогда 7% живучести потеряли. Теперь 5%. Видимо, игра всё-таки делает потихонечку такое ослабление нашего бойца. И приближает к завершению карьеры. Нам присылает сообщение Конор МакГрегор. Я, конечно, уважаю Фредди Биста за то, что у него подписчиков больше, чем у меня. Но за этой короной я ещё вернусь. Ну и третий, ребята, поединок. Мы вызвали поляка на чемпионский бой. Приняли его приглашение. И сейчас попробуем защитить в очередной раз чемпионский титул. У нас осталось всего лишь 4 алмазика на чемпионском поясе. И обе половины будут заполнены. Если мы побеждаем, сейчас остаётся 3. И я думаю, друзья, как раз-таки следующих 3 поединка мы постараемся выиграть в следующей серии. Завоюем все алмазы на поясе. И если, я думаю, не будет больше каких-либо предложений по боям за другую категорию, за другой чемпионский пояс, эту карьеру мы будем заканчивать. Потому что биться с одними и теми же ребятами, это не особо интересно. Потому что мы уже по несколько раз некоторых из них побеждали. И просто так вот на одном и том же месте топтаться не очень здорово. Лучше начать новую свеженькую карьеру в другом дивизионе, не постараться уже завоёвывать титулы там. Ну а вы можете, кстати говоря, предлагать свои варианты вымышленных бойцов. Будет интересно посмотреть, кого бы вы хотели увидеть. Это, если я не ошибаюсь, 12-я защита сейчас именно этого чемпионского пояса. И наш оппонент вроде бы борец. Как-то я так пока болтал, особо мельком даже не успел разглядеть. У нас завоёвано 30 побед за нашу карьеру. Так что я думаю, мы должны показать себя сейчас во всей красе. Постараться как можно быстрее вырубить нашего оппонента. Ну давайте, ребята, смотреть тогда, на что способен наш оппонент. Ну вот кулачок он нам не даёт, очень хитро поступил. Сначала руку вытянул, а потом убрал её и провёл удар. А вот так вот мы тебя встречаем, дружище. Опа! Вот это с левой прям чуть в нокаут нас не отправил. Не за 7 секунд, конечно, но всё же. Выбил ногу. Корпус! Парень-то озверел. А зверина, видимо, выпил. Как тебе такое? Немножко, немножко добьём и встаём. Ещё раз прилёг. Торнадо! 360! Ну вот парень, попытался, попытался что-то сделать и не вышло. Парень-то. И не так уж и не уверен, что это не то, что он будет. Так что, большая, большая, большая win для этого young fighter. О, мы посмотрим на левые хитроэканги. Вы знаете, мы будем найти в этот хитроэканги. В этот хитроэкангангер. Просто невероятный хитроэкангер. Очень хорошая хитроэкангера. Но не забывайте все работы он делал, что он делал в его hands. И дайте предпоследок на противника. Он был в там, каждый階段. И чтобы получить хитроэканги на ночь, как он получил сегодня, ambos парень-то, чтобы быть надеваленым, Как, ребят, я и говорил, мы завоевали еще один. Кристаллик на чемпионском поясе, с этой стороны у нас они завоеваны все, а с этой осталось еще три. Давайте посмотрим, дадут ли нам еще поединки, потому что дали только что ачивку непобежденный. Бонус за бой получен, мы выполнили свой контракт и смотрим, смотрим, что еще мы можем сделать. Так, завершите на рейтинге. Окей, возьмем это. Сейчас, в принципе, нам контракт вообще не важен. Нам важно, дадут ли еще провести бои. Искал я, ребят, самых интересных соперников и снова Адесанья. Именно с него мы начнем следующую серию, постараемся завершить три боя и, я думаю, на этом будем заканчивать карьеру. Обязательно поддержите видео лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи, огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok